Здравствуйте! В эфире CBC и CBC FM новости. Меня зовут Руфат Халафов. В начале информационного выпуска некоторые из главных тем к этому часу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится в Астане для участия в саммите Шанхайской Организации Сотрудничества. Во второй день работы саммита ожидается ряд важных встреч и заседаний. Такой подход несправедливо вызывает вопросы с юридической точки зрения. МИД выразил недоумение решением Комитета Совета Европы по предотвращению пыток и бесчеловечного обращения опубликовать в полном объеме отчет по итогам специального визита в 2022 году без соответствующего согласия Азербайджана. Программа обучения «Цифровая академия» Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана стала важным этапом цифровой трансформации в стране. На тренингах для специалистов IT из 36 госструктур прошел обмен передовым местом и зарубежным опытом в оптимизации государственных услуг граждан. 24-е заседание Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества началось с церемония приема Республики Беларусь члены ШОС. Минску интересен потенциал организации для стимулирования торгово-экономического сотрудничества путем усиления промышленной и технологической кооперации, цифровой трансформации, зеленой экономики и других направлений. Израиль и радикальное палестинское движение «Хамас» приблизились к заключению соглашения о прекращении огня в секторе газа. Об этом сообщил телеканал CNN, отметив, что перемирие позволит сторонам начать детальные переговоры для достижения соглашения. Азербайджан придает особое значение отношениям с Соединенными Штатами Америки. Об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Эриха Малиева, направленном президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену по случаю 4 июля Дня Независимости США. Азербайджан является сторонником построения интегрированной и инклюзивной модели регионального сотрудничества на Южном Кавказе, основанной на новых геополитических реалиях и справедливости, без каких-либо разделительных линий. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан как инициатор мирного соглашения с Арменией и пяти принципов, составляющих его основу, постоянно демонстрирует политическую волю для продвижения мирной повестки. Азербайджан ценит решимость США постоянно поддерживать нормализацию отношений с Арменией, установление прочного мира в регионе и процесс подготовки мирного договора. Накануне в Астане состоялась встреча президентов Азербайджана и Казахстана. В ходе переговоров Касым Жомар Тукаев подчеркнул, что Казахстан готов поддержать полноправное членство Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества. Сотрудничество Баку и Астаны носят стратегический характер. Об этом накануне в Астане заявил президент Казахстана Касым Жомар Тукаев на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В своем обращении к президенту Азербайджана Тукаев отметил, что в Казахстане Ильхама Алиева знают как безусловного лидера своей страны, одного из выдающихся государственных деятелей. Мы придали в ходе переговоров значительный импульс к дальнейшему развитию взаимодействия, я бы сказал даже не сотрудничества, взаимодействия в целом ряде стратегических областей. Без всякой натяжки можно сказать, что наше сотрудничество, наше взаимодействие носится стратегический характер. Казахстане вас знают как безусловного лидера Азербайджана, одного из выдающихся государственных деятелей. Не скрою, что мы в Казахстане с большим интересом наблюдаем за всеми преобразованиями, которые происходят в вашей стране. Искренне радуемся этим преобразованием. И, конечно же, здесь ваша личная роль, безусловно, очевидная, и ее трудно переоценить. Тукаев отметил, что Казахстан готов поддержать полноправное членство азербайджанов Шанхайской организации сотрудничества. Казахстанский лидер передал поздравления по случаю проведения в Азербайджане КОП-29. Подчеркнув, что климатический саммит является одним из самых престижных мероприятий на мировом уровне, президент Казахстана выразил уверенность в успешной организации азербайджанам данного мероприятия. В свою очередь, как подчеркнул Ильхам Алиев, продолжаются совместные шаги и усилия, направленные на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита Касымжо Марта Такаева в Азербайджан. Глава государства также отметил, что развитие Казахстана, рост его авторитета под руководством Тукаева, проводимые в стране политико-экономические реформы, также радуют и дружественный, и братский Азербайджан. В первую очередь, выражаю благодарность за приглашение принять участие в саммите ШОС. Мы это рассматриваем как еще один знак братского отношения Казахстана к Азербайджану. На Альянс большая честь принимать участие в этом мероприятии. Ваш государственный визит в Азербайджан, на самом деле, был историческим и по форме, и по содержанию, и по эмоциональному настрою. И хотел бы еще раз выразить благодарность всего азербайджанского народа за вашу инициативу помочь в восстановлении освобожденных территорий. Центр, который носит имя великого сына казахского народа Курмангазы, работает эффективно и является, как и мы с вами отмечали, Центром казахско-азербайджанской дружбы и братства. И это наглядная демонстрация отношения ваше личное к Азербайджану и братского народа Казахстана. В ходе беседы были отмечены также достижения в области развития среднего коридора. Подчеркнуто значение намеченного к подписанию меморандума о взаимопонимании, касающегося совместного инвестиционного фонда. В этом контексте доведено до внимания, что соответствующим структурам уже даны поручения, касающиеся реализации конкретных проектов. Был затронут вопрос о сотрудничестве в гуманитарной сфере. Отмечено успешное проведение в Азербайджане дней культуры Казахстана. Подчеркнуто, что в сентябре этого года в Казахстане пройдут дни культуры Азербайджана. В рамках проходящего сегодня в столице Казахстана саммита Шанхайской организации сотрудничества принята совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и Китайской народной республикой. Начиная с 1992 года, с момента установления дипломатических отношений в сотрудничестве двух стран в различных областях достигнуты значительные результаты. Баку и Пекин намерены и впредь стоять на защите общих интересов. Общий курс Азербайджана, основанный на принципах взаимовыгодного сотрудничества на международной арене, направлен на успешное развитие отношений не только с Западом, но и с азиатским регионом. У Баку сложились довольно крепкие отношения с Китайской народной республикой, которая одна из первых в 1991 году признала независимость Азербайджана. Сотрудничество между двумя странами начало развиваться со 2 апреля 1992 года, когда были установлены дипломатические отношения. На протяжении последних лет Азербайджана китайские отношения отличаются стабильностью развития. Создается политическое доверие высокого уровня, продвигаются совместные инициативы, наблюдается тесное взаимодействие между народных делах. В апреле 2019 года по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня, президент Азербайджана Ильхам Алиев, принял участие во втором форуме «Пояс и путь». 15 сентября 2022 года в рамках саммита ШОС в Самарканде состоялась встреча лидеров двух стран. Азербайджан решительно поддерживает принцип одного Китая, признаёт, что в мире существует только один Китай. Правительство Китайской народной республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Пекин, в свою очередь, поддерживает мирную повестку, предложенную азербайджанской стороной, и считает контрпродуктивным геополитические интриги, направленные на поддержание конфронтации на Южном Кавказе. Китай является одним из пяти основных торговых партнёров Азербайджана. В стране зарегистрировано более 300 китайских компаний, работающих в сферах промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли, транспорта и услуг. Подписанная сегодня в Астане декларация вновь подтверждает готовность двух стран поддерживать тесные контакты и координацию по важнейшим вопросам национальных, а также региональных и глобальных безопасности. Принимая во внимание сложное развитие международной и региональной ситуации, Баку и Пекин, согласились расширять сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах, укреплять взаимодействие в международных делах, совместно защищать общие интересы двух стран, а также сообща продвигать дело регионального и глобального мира, стабильности и развития. Стороны рассматривают друг друга как приоритетных и надежных партнеров и самостоятельно определяют политику двусторонних отношений вне зависимости от внешних факторов. Китайская сторона также приветствует проведение в Азербайджане 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Поддерживает Азербайджан в выполнении им роли председательства в содействии и достижению позитивных результатов на конференции. Стороны выражают готовность взаимодействовать в борьбе с изменением климата, в том числе в области чистой энергии. Китайская сторона приветствует стремление Азербайджана укреплять сотрудничество в рамках шанхайских организаций сотрудничества, поддерживает повышение юридического статуса Азербайджана в ШОС. Азербайджан выражает желание вступить в БРИКС, и Китай приветствует его участие в работе организации БРИКС. В Астане продолжает работу саммит глав государств, членов Шанхайской организации и сотрудничества. Ну а подробнее о глобальном событии расскажет Эльмира Мусазаде. Здравствуй, Эльмира. Мы знаем, что астанинский саммит посвящен теме укрепления многостороннего диалога, достижения устойчивого мира и развития. Какие актуальные вопросы стоят на повестке саммита сегодня? Здравствуй, Руфат. Ну вот как раз укрепление этого самого диалога и самый главный и обсуждаемый сегодня вопрос среди не только членов Шанхайской организации сотрудничества, но и ШОС+. Это впервые, когда саммит проходит в таком формате, в расширенном формате. И, как нам рассказали, также эксперты из Казахстана, есть стремление расширяться больше в качестве организации в сторону тюркских государств, а также в сторону арабского мира. Это не случайно. ШОС как организация зарекомендовала себя как довольно влиятельный орган. И с каждым годом мы видим, что все больше и больше растет ее авторитет, эта организация. И сегодня в Астане также принимают участие мировые лидеры, безусловно. Но помимо них, также здесь присутствуют и руководители международных организаций. В частности, здесь также находится генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Но, как нам рассказали наши собеседники, во многом такое внимание, в том числе, к Казахстану сегодня оказывается благодаря богатому дипломатическому прошлому действующего президента Казахстана Касыма Жомарта Тукаева, который долгие годы работал в ООН и, естественно, привлекает эти структуры, различные международные организации, в том числе, к работе саммита Шанхайской организации сотрудничества. Текущий саммит призван стать очень важным в работе организации. Сегодня саммит открылся с того, что Беларусь была принята в качестве членов ШОС. Также ожидается подписание свыше 20 документов, среди которых Астанинская декларация. И, конечно, очень важные вопросы, которые сегодня обсуждаются мировыми политиками, лидерами государств и правительств, это вопросы региональной безопасности. В состав ШОС входят страны, которые сталкиваются с определенными угрозами, и состав участников, опять же, он очень разный. Здесь есть страны, которые испытывают абсолютно разный спектр проблем, и все они имеют возможность в рамках этой организации обсудить и рассказать о своей модели решения различных конфликтов, проблем или сложных моментов, в том числе между непосредственно самими странами-участниками этой организации. К примеру, в 2017 году были приняты Индия и Пакистан, которые имеют довольно напряженные отношения, но в рамках ШОС все-таки диалог определенный складывается между странами-участниками. Это во многом зависит от того, что здесь, на пространстве Шанхайской организации сотрудничества, каждый имеет абсолютно равный голос, каждый имеет право быть услышанным и сказать то, что он считает нужным. Нам сегодня удалось поговорить с рядом экспертов, которые рассказали нам о важности Шанхайской организации сотрудничества, рассказали о значимости этого мероприятия для евразийского пространства. Давайте послушаем. Правильно говорят в Китае, они видят задачу ШОС в том, чтобы бороться с тремя видами зла. Это экстремизм, сепаратизм и терроризм. Но я думаю, что список угроз можно было бы продолжить. И да, нет никакой другой организации, которая замахнулась бы на столь масштабную задачу принести безопасность на огромный евразийский континент. Эту роль не надо размывать как-то, навешивая новые и новые задачи. Пусть ШОС идет вот этим путем, и я думаю, что вклад будет только возрастать. И, конечно, в этом контексте огромная ответственность сейчас ложится на принимающую сторону, на Казахстан, которая очень долго готовилась к этому мероприятию, которая очень долго выстраивала ту систему межгосударственных отношений, которая сегодня позволяет не только Казахстану, но и, наверное, многим странам Центральной Азии заявлять свое веское слово, общаться с представителями различных цивилизаций и различных культур. И, конечно, продолжая тему про Китай, безусловно, это очень важная страна для Центральной Азии, и взаимодействие с Казахстаном продолжается также и на другие страны, то есть расширяется в рамках различных форматов сотрудничества. К примеру, перед началом ШОС президенты, лидеры Казахстана и Китая обсуждали и подписывали очень важные соглашения в области развития транскаспийского маршрута, а уже завтра лидеры тюркских государств, в их числе и лидер Казахстана, ожидаются в качестве гостей на саммите организации тюркских государств, что, безусловно, играет важную роль, потому что мы здесь прекрасно понимаем, что этот транспортный маршрут связывает различные цивилизации, различные народы, и Китай, Центральная Азия, Азербайджан и Турция выстраивают такую важную цепочку, которая позволяет грузам и товарам гораздо быстрее и с меньшей стоимостью поставляться в различные регионы, в том числе в Европу. Конечно, экономическое взаимодействие – это очень важно, и этому здесь также уделяется большое внимание. В целом, вопрос экономического сотрудничества, партнерства и развития торгово-экономических связей обсуждается в рамках ШОС, но, опять же, лидирующую роль здесь, безусловно, играет Казахстан, который, принимая такой саммит, задает непосредственно тон сегодняшнему саммиту. Международное сообщество оценило вклад Казахстана в развитие этой организации. Это проведение цифрового форума ШОС в Казахстане, а также конференции по поводу наследия Золотой Орды, а также были проведены мероприятия совместно с ООН. Поэтому это в очередной раз показывает приверженность казахстанской стороны и в целом организации принципам устава ООН. Поэтому и как результат нашего председательствования приезд высоких гостей в Астану также показывает высокую оценку, мне кажется, председательствования Казахстана. Высокая оценка – это то, что сегодня действительно в Астане собралось огромное количество представителей разных культур, разных цивилизаций, которые имеют возможность договариваться и выстраивать свой диалог. Как я уже отмечала, не только саммит ШОС пройдет сегодня, но и также диалог в более широком формате – саммит ШОС+. Наша съемочная группа продолжает отслеживать работу сегодняшнего саммита и будем сообщать о последних новостях. Я уверена, что на ШОС+, интересных моментов будет не меньше, чем на самом саммите ШОС. Спасибо, Эльмирам. На работе финального второго дня саммита главгосударственного члена Шархайской организации сотрудничества рассказала моя коллега Эльмир Муссаде. Накануне в рамках прошедшего в Астане саммита Шанхайской организации сотрудничества была принята совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем. На фоне сложного развития международной и региональной ситуации две страны договорились расширять сотрудничество в политической, экономической и культурной областях, выкреплять взаимную активность в международных вопросах, среди которых экономика играет, пожалуй, ведущую роль. Отныне Китай и Азербайджан рассматривают друг друга как приоритетных и надежных партнеров. На мой взгляд, укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Китайской народной республикой выстраивается в систему реагирования на те вызовы, которые усиленно формируются в мировой экономике. Это вызовы, связанные с регионализацией и укреплением стран Юго-Восточной Азии как локомотива развития мировой экономики, в первую очередь ее реального сектора. Надо отметить, что взаимное доверие и уважение к национальным интересам наших стран становится фактически краеугольным камнем развития сотрудничества между Баку и Пекином. Тот факт, что 3 июня Комитет Совета Европы по предотвращению пыток и бесчеловечного или уничижающего достоинства обращения или наказания принял решение опубликовать публичное заявление об Азербайджане вызывает сожаление, говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде к публичному заявлению Комитета от 3 июля 2024 года. Отмечается, что ЕКПП, вопреки требованию Европейской Конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или уничижающего достоинства обращения или наказания принял беспрецедентное решение опубликовать в полном объеме отчет по итогам специального визита в 2022 году без соответствующего согласия Азербайджана. Такой подход несправедлив и необоснован, а также вызывает вопросы с юридической точки зрения. Завершилась программа обучения Цифровая Академия, инициированная Агентством инноваций и цифрового развития. Эта инициатива стала важным шагом в направлении цифровой трансформации государственных услуг в Азербайджане, объединив специалистов информационно-коммуникационных технологий разных государственных учреждений для совместной работы над инновационными проектами. В течение программы Цифровая Академия, которая стартовала в мае этого года, восемь групп специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий, представляющих 36 государственных учреждений, прошли интенсивные тренинги. Они ознакомились с механизмами принятия решений на основе больших данных в проектах цифровой трансформации. В качестве экспертов выступили специалисты из Эстонской Digital Nation и Агентства инноваций цифрового развития Азербайджана. Они поделились передовым местным и зарубежным опытом в оптимизации государственных услуг, ориентированных на граждан. Подошел к концу очередной этап программы Цифровая Академия. В рамках этой программы мы собираем лидеров цифровой трансформации из различных госведомств. В этой программе участвовало из 36 организаций, более 50 человек, более 50 участников. И это люди, которые являются лидерами цифровизации страны, поэтому нам очень важно собирать их вместе, для того, чтобы они делились опытом друг с другом, в первую очередь, но в том числе они получают и перенимают опыт международных экспертов, узнавая о том, как идут процессы в разных странах, где цифровизация прошла уже достаточно большой путь. Ключевой целью Цифровой Академии стало не просто обучение о формировании командной работы, основанной на подходе, ориентированном на данные и лидерских качествах. Программа способствует повышению уровня цифровой грамотности и цифровых навыков в каждом секторе азербайджанской экономики. Участники, вдохновленные опытом коллег и экспертов, работали над проектами, которые охватывали широкий спектр сфер. Это финансы, здравоохранение, образование, транспорт и устойчивое развитие. Несмотря на то, что у нас основной фокус программы это госсектор и участники это представители именно министерств и государственных агентств, тем не менее мы прекрасно понимаем, что в отношении работы с цифровой трансформацией и работы с данными часто корпорации, корпоративный сектор часто опережает, скажем так, государственные с точки зрения тех решений, которые внедряются. То есть часто так бывает, что госсектор перенимает решения из корпоративного. И поэтому для нас очень важно вот это сотрудничество. Каждая группа была ответственна за разработку решений для конкретных проблем в своем кластере. К примеру, рассматривалось прогнозирование вероятности преступлений, стихийных бедствий, инфляции и оптимизации общественного транспорта. Работа над проектами требовала не только аналитических навыков, но и умения работать в команде, совместно находить эффективные решения. Кульминацией программы стала финальная презентация проектов. По итогам цикла участники цифровой академии получили сертификаты, подтверждающие полученные ими знания. Во-первых, здесь очень большой фокус именно на групповую работу. Это для нас принципиально важно, потому что мы собираем представителей разных министерств, разных государственных агентств. И это всегда самая непростая часть, как добиться того, чтобы между разными организациями было взаимодействие, был, например, обмен данными, был, например, обмен информацией и какие-то договоренности, скажем так, на рабочем уровне. Наша программа построена таким образом, что как раз, например, руководители IT-департаментов, руководители департаментов, ответственных за обработку данных, они могут между собой договариваться, что называется, на операционном уровне. И в процессе групповой работы находить решения, такие, которые будут полезны в равной степени для разных министерств. Агентство инноваций цифрового развития подчеркивает, что важно продолжать работу с международными партнерами и расширять сотрудничество с различными организациями, включая не только государственный сектор. В планах агентства увеличить количество подобных тренингов, чтобы обеспечить широкое внедрение цифровых технологий во все сферы жизни Азербайджана. Нармина Хамбабаева, Афирус Рагимов, Си-Би-Си. Беларусь стала полноправным, десятым по счету участником ШОС. Об этом стало известно на 24-м заседании Совета глав государств членов организации. Так, за короткое время страна выполнила все необходимые процедуры. Участники ШОС уверены, что республика внесет свой значимый вклад в укрепление безопасности на пространстве организации. Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Так, в Астане на 24-м заседании Совета глав государств ШОС состоялась церемония приема Беларуси членов организации. Президент страны Александр Лукашенко описал ШОС как не просто международную организацию, а стратегическую перспективу для страны. В свою очередь, Альянс выигрывает от расширения территории и получения доступа к Восточной Европе через Беларусь. Второе – это возможность продавать товары, услуги через территорию Беларуси, прежде всего из Китая и через территорию России. Кроме этого, сама Беларусь таким образом станет более весомым игроком на арене и получит возможно более выгодные контракты с Китаем в рамках программы «Один полис, один путь», который тоже связан. И Китай сейчас инвестирует огромные суммы для того, чтобы развивать всевозможные цепочки поставок своих товаров и услуг. Беларусь заинтересована в развитии общего транспортного пространства ШОС, включая международные автомобильные и железнодорожные перевозки, а формирование устойчивого транспортного логистического каркаса евразийского континента с маршрутами, обеспечивающими необходимую пропускную способность, это одна из ключевых интеграционных задач, причем как в ЕАЭС, так и в ШОС. Если говорить про выгоды Китая, например, как основной организации в блоке, то можно сказать, что открываются новые проекты, которые Китай может развивать и инвестировать в них свои сбережения, потому что среди всех организаций Китай обладает наиболее сильной финансовой системой. И в принципе эта организация изначально создавалась для того, чтобы противодействовать угрозам терроризма, но сейчас это и, прежде всего, экономический блок, который позволяет всем странам ШОС активно развиваться. В целом был подчеркнут потенциал платформы в стимулировании торгово-экономического сотрудничества через промышленную и технологическую кооперацию, цифровую трансформацию, искусственный интеллект и зеленую экономику. Беларусь 2015 года участвует в ШОС в статусе наблюдателя, а в 2022 году подписано решение о начале процедуры вступления в члены организации. В рамках этого процесса Беларусь присоединилась к более чем 40 договорам. Самира Рзаева, Сабина Мурадова, Си-Би-Си. Состоялся первый официальный проход китайских грузов из казахстанских портов Курык и Актау по Каспийскому участку Транскаспийского международного транспортного маршрута. Председатель КНР Си-Дзимпин и президент Казахстана Касым Жомар Тукаев накануне по видеосвязи в Астане приняли участие в официальной церемонии открытия среднего коридора. Ранее руководители проектов с обеих сторон отрапортовали о ходе работ. Главы государства в режиме реального времени наблюдали за погрузкой автомобилей и контейнеров на судно. Это событие официально знаменует собой создание многомерной модели взаимосвязанности, объединяющей автомобильные и железные дороги, авиационные и трубопроводы вдоль среднего коридора. Грузовые и жизнедорожные сообщения Китай-Европа через Каспий успешно функционируют уже два года. Транспортный маршрут способствует увеличению товаробмена и росту экономики стран, лежащих на маршруте. По промышленности, по технологиям, по именно производству Китай лидирует. Он номер один в мире. Я ежегодно бываю минимум пять раз, ващаю выставки, и каждый раз у них что-то новое. Китай – это та страна, которая никогда не останавливается, живет 24 часа в сутки, и за ней надо не только поспевать, не только подглядывать, а нужно еще успевать, потому что они постоянно развиваются. Президент США Джо Байден не собирается выходить из президентской гонки и намерен дальше продолжать участие в предвыборной кампании. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жампьер. Глава пресс-службы Белого дома Карин Жампьер прокомментировала скандальную статью New York Times, в которой утверждается, что Байден может лишиться возможности быть кандидатом в президенты США. В газете отмечалось, что после сокрушительного поражения Байдена на теледебатах своему главному оппоненту республиканцу Дональду Трампу представители Демократической партии поставили под сомнение вопрос о способности нынешнего президента управлять страной в дальнейшем. В Белом доме опровергли это утверждение и заявили, что Байден продолжит свое участие в президентской гонке. Президент продолжает свою деятельность в качестве президента. Он смотрит в будущее вместе со своей командой. Это то, на чем сейчас сосредоточен президент. Все остальное, что мы слышим, является абсолютно нужным. Тем временем губернаторы Демократической партии признали, что выступление Байдена на теледебатах со своим соперником Дональдом Трампом было действительно слабым. Однако, по итогам встречи с американским лидером в Белом доме, они выразили полную уверенность в его переизбрании. Он подходит для этой должности. Никто из нас не отрицает, что в четверг вечером было плохое выступление, но это не влияет на то, во что я верю. Мы, как и многие американцы, взволнованы. Мы обеспокоены, потому что угроза президентства Трампа не является теоретической для губернаторов. Мы работали при Дональде Трампе, и вызовы для нашей страны были реальными. Поэтому наши опасения не безосновательны, и мы понимаем, что президентство Трампа было хаосом, разрушением. Президентство Байдена было связано с ковид, использованием науки, инвестированием в инфраструктуру и работой со средним классом. Я здесь, чтобы сказать вам, президент Джо Байден в деле и собирается победить. И все мы поддерживаем его. Накануне празднования Дня Независимости я хочу сказать, что наши отцы-основатели боролись против монархии и тирании, а мы рискуем снова оказаться в таком положении. Мы будем вместе с нашим президентом противостоять той угрозе, которую олицетворяет Дональд Трамп. Байден понимает, что для сохранения его шансов на дальнейшее участие в предвыборной борьбе, ему необходимо убедительно выступать. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатам от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры будут утверждены партийными съездами этим летом. Истребители армии обороны Израиля нанесли удары по объектам военизированной группировки Хезбулла на юге Ливана. Под огнем также оказались военная структура в районе Чехине и три объекта инфраструктуры в районе Блата. Ранее сообщалось, что ЦААЛ штурмовал населенные пункты Калькилия, Хеврон и лагерь беженцев Джалазун, расположенный к северу от Рамалы на западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Аль-Джазира. По его данным, по меньшей мере пять палестинцев были задержаны, трое в Калькилии, по одному в лагере Джалазун и в районе Хеврона. Минувшей ночью истребители ЦААЛ нанесли удары по объектам Хезбулла на юге Ливана, включая военную структуру в районе Чехины и три объекта инфраструктуры в районе Блата. Кроме того, военные нанесли удары с целью устранения угрозы в районе Шебаа на юге Ливана. Израиль и радикальное палестинское движение Хамас, вероятно, приблизились к заключению соглашения о прекращении огня в секторе газа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильский источник. По его словам, Израиль и Хамас, по всей видимости, на грани заключения рамочного соглашения. Как отмечает источник, в еврейском государстве полагают, что последний ответ Хамас позволит сторонам начать детальные переговоры для достижения соглашения. Однако, CNN подчеркивает, что судьба сделки еще не решена. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok